МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наша тема сегодняшняя – жизнь юмора во времени. Насколько со времен Михаила Зощенко изменилась сатира? И что сейчас наиболее важно для этого жанра? Почему сатира всегда актуальна, а главное, популярна среди очень многих поколений, в том числе и молодежи? Это называется такой еврейский один вопрос, да? В нем внутри пять. Где-то полчаса будет отвечать Семен Анатольевич, полчаса я, вот мы и закончили. Я уступаю место классикам. Ну, прям, и память удержать такой вопрос. То, что я понял из того, что вы меня спросили. Конечно, во времени все это безумно меняется, и это совершенно нормально, как меняется. Все меняется, и, естественно, юмор. Я что-то помню, еще полистал. Зощенко – это абсолютно неторопливая, спокойная, размеренная речь с какими-то безумно точными словечками и картинками того времени. Просто я немножко соборно буду говорить. Мне кажется, почему и всех тех, а там был Оверченко, Тэфи, Буков, там было много замечательных людей, но как бы Зощенко, поскольку он, ну, как летописец, вот все то время, достаточно большое, постреволюционное, не знаю, до репрессивных их годов, вот Советский Союз, мелкий вот этот человек, с гонором, не очень грамотный, все хотящий, малоумеющий, это вот типаж получился лучше всех у него. Так же, как Михаил Михайлович Звонецкий, это вот наш кусок этого времени последних лет, когда я считаю, что он летописец этого времени. Одна его миниатюра-склад, если вы знаете про что, это вот вся жизнь советского народа на протяжении десятилетий. Поэтому вот такие люди, они как бы являются символами целых эпох, и их помнят. Хотя Оверченко замечательный писатель, ироничный, мягкий, всегда сюжеты, симпатичный. Ну, хотя я думаю, сейчас спросите молодых, они из очень, в принципе, пройдет время и Михаила Михайловича Жванецкого, не каждый назовет, это совершенно естественно. Я читал, честно. Вот, пожалуйста. И я повторяю, сам темпо, ритм, жизнь, ну, как можно сравнивать то, что было бы. Я помню, простите, я буду сбиваться, я когда учился в школе, у нас были прописи, и перышками специально мы писали волосяная линия, и жирненькость, нажимом, да. Люди писали письма. Какие сейчас письма? Лайк, файк, что-то такое. Поэтому, поскольку все коротко и юмор стал, короче, он стал более динамичным, более агрессивным, такими пулеметными очередями, но это свойственно время. Нельзя, летя в самолете, шутить так, как это делали люди, когда они ехали в карете, в теле. Вот, что я сказал, что вы из этого поняли, я не знаю. Полностью согласен с предыдущим оратором. Поддерживаю. На самом деле, действительно, мне кажется, тут не то чтобы широкое поле для дискуссии, потому что юмор меняется сообразно времени. Я думаю, что помимо скорости, еще все-таки наше время не такое кровожадное, как то время, в котором жили Аверченко, Зощенко, Бабель. И, надо сказать, я потом как раз хотел бы на эту тему поговорить, отразилось на их неком статусе в литературе. Потому что у нас страна, которая относится к сатире, так в целом, немножко скептически, иногда чуть пренебрежительно. То есть, средний автор, который напишет драму, он всегда в общественном мнении чуть выиграет у прекрасного автора сатирика. Так вот, я несколько раз, мы дискутировали как раз на тему Михаила Михайловича Жванецкого, ушедшего от нас. И я назвал, говорю, слушай, я считаю, что ты один из великих русских писателей сегодняшнего времени. И мне как раз мой коллег, который со мной дискутировал, говорил, слушай, да, но все равно, так как в его судьбе нет той драмы, которая была у Зощенко или у того же Бабеля, они практически были затравлены, или в случае Бабеля погибших, то в России, если автор пишет сатирическую тему, у него хотя бы судьба должна быть драматическая, предельно, а лучше трагическая. Тогда он попадает вот в этот некий пантеон. Сегодня у нас время не такое кровожадное, к счастью, да, и, соответственно, судьбу людей в большинстве случаев складывается отличным образом от тех времен. Ну вот, наверное, тоже изменило как-то ситуацию. Я бы, наверное, больше даже сказал про то, что сатире сложно существовать в условиях достаточной свободы. Мы говорим о советском периоде, и он был весь несвободный, в большей или меньшей степени. И сатира существовала в условиях несвободы. Я думаю, что Семен Таддорович об этом может сказать. Он творил и в советский период, и в 90-е, и в сегодняшний. Сегодня у нас, можно сказать, опять начинается период относительно несвободы, да, и меняется, наверное, то, как сочиняются произведения, то, как они исполняются. Вот. Я, наверное, еще обратил бы внимание на то, что как раз перед нами живой пример, и я в том числе. Сегодня сатира очень хорошо себя чувствует на сцене, потому что я думаю, что большинство людей, знакомые с тем же самым Михаилом Михайловичем Жванецким, через его выступление на сцене, а не через сочтение его книг. Такой возможности у Зощенко, в общем, наверное, и не было. Не было тогда такого развитого телевидения. Но уж сегодня с появлением всех возможных социальных сетей, тем более. Литературу в целом уходит в видеоформат, потому что Лев Толстой сегодня пишет сценарий сериала «Карточный домик», условно говоря. То есть человек масштабного таланта, сегодня пишет такой же масштабный сериал. Наверное, вот такие ключевые тенденции, но все, я и сяк. Я вообще все, что заготовил, сказал сразу. Знаете, как пришел и все рассказал, все, что знал, все в кучу, на вопрос не ответил. Все. Ну что, я передаю тогда власть вам. Я надеюсь, что эта дискуссия между двумя популярными авторами будет плодотворной, а главное – интересной. Ну, то, что она будет интересной, я даже не сомневаюсь. Ну, вы не уходите, сидите, вы украшаете. Если что, у меня на всякий случай просвисток. Я хочу сказать, я и читал, и смотрел на видео «Вещь Александр», я не хочу его обидеть, но я не считаю, что он сатирик, в буквальном смысле этого слова, что он не является, потому что сегодня, когда так востребована вот такая стендаповская пулеметная стрельба и юмора, и это очень воспринимаем, вдруг уходит человек и читает, ну, такие новеллы там. Была такая рубрика когда-то в литературке «Ироническая проза». Мне кажется, что это очень близко именно вот к этому жанру. Сам он читает замечательно. Не всегда я понимаю, хотя это очень здорово присутствие актера, который это читает. Если актер, так пусть сыграет тогда, это будет интереснее. Александр сам прекрасно делает паузу, иногда сам улыбается. Для меня это более органично, но, тем не менее, это имеет право на жизнь. И сегодня Александр правильно сказал, если когда-то во времена моего детства, юности, спрашивали мальчика, девочку, кем ты хочешь быть? Когда-то называли космонавтом, геологом. Сейчас, по сути дела, вот золушка, которая превращается в принцессу, это стендаперы. Посмотрите, сколько их, с какой скорбью, там действительно есть достойные. Это немножко не мое, там другое, другое, все другое. Есть очень пошлые вещи. Мне не всегда нравится, когда выходят девушки, и все-таки должны же быть какие-то половые различия, несмотря на все то, что... И когда идет... Нетолерантно рассуждаете, Семен Анатольевич, нетолерантно. Вас в новую этику вас не пустят, не возьмут. Но я же еще оттуда, поэтому я привык к женщине относиться иначе, чем к мужчине. Меня пытается все скажет, что это все одно и то же. А я надеюсь, что что-то различие какие-то есть. Хочется в это верить, да. Но тем не менее, вот это так очень распространено, и сейчас, вот Александр, я повторю, редкий же, она сегодня он это делает. Я когда-то, ну, я не эстрадник в таком чистом виде, но вот, может, не потому что я хвастаюсь, это как пример, у меня был такой рассказ «Взятка» с газеты «Советский спорт». Жванецкий сказал лучший эмористический рассказ советского периода. Он у меня шел 18 минут. Мне нравились там слова, обороты. Меня приглашали с этим рассказом в Москву, в залы России, в сборный концерт между дрессированной обезьянами. Обезьян и попы. Я выходил, и все, в принципе, слушали. Прошло время. Я сократил 10, 8 минут, и я перестал читать. Люди уже, по крайней мере, в моем исполнении даже такой, вроде с анекдотом, раздать тяжело. Вот, короче, давай, короче, давай, короче, вот это стендаперы, они немножко изменили темпо-ритм жанра. Поэтому, ну, честь и хвала, когда человек смело выходит и позволяет себе. Мне вообще нравится, когда есть история. И так же, как мне, почему мне нравится в мелодии песни тех лет. Мелодия, для меня история в литературе, это есть мелодия, ты что-то протяженное, да? И поэтому, когда рэп, вот он идет вот такой, дробленное, что-то такое, как вот перец, не знаю. Поэтому я за то, чтобы люди, по-моему, ты все-таки в этом есть удовольствие. Тем более, если это проходит через это место, уже Александр знает, есть смех, есть хохот. Это задействованы разные органы звукоизвлечения. Когда, Михаил Михайлович, смех, но мы же видим лица, мы понимаем в результате чего люди смеются. Мы слышим хохот, когда мы видим, что живот это то место, где все вот это и происходит. Урчание, журчание, и уходят и так далее. Я, кстати, Семен Атодорович, могу, так сказать, вас порадовать собой в этом смысле слова. Я начинал с рассказов по 5-7 минут, а последний пример, у меня один рассказ полтора часа. И я его успешно читаю. И ничего, я, конечно, делаю паузы, как-то пытаюсь, и я понимаю, что это моя проблема. Раньше все то же самое у меня получалось короче, как мне кажется, смешнее. А сейчас растягивается пространство. А скажите, если люди воспринимают, доходим, принимают, да. Один перекусить, чтобы они сходили в одно место, читайте дальше. Да. Нет, минуточку, это, я не отпускаю в антракт, люди, они же не придут, вы что, я не переживу, я же потом пересчитаю, двоих нет, у меня инфаркт будет, нет, а так у меня удобная площадка, с нее не выйти, даже не нравится, сиди. Скажите, вы согласитесь с тем, что вот в целом в российском менталитете отношения именно к сатирической прозе, оно вот такое, специальное, я бы так сказал, да, то есть, нам нужно, что либо у автора обязательно драма была в жизни, либо в произведении, да, и вот некий есть снобизм по отношению к сатире, поэтому у нас не так много авторов сатирических, но действительно, честно говоря, вам и Михаилу Михайловичу на смену никто не приходит особенно, вот, потому что вы правы, я не очень сатирический, у меня там процентов 30 драмы, вот, и это конъюнктурная моя позиция, я бы даже так сказал, я не осмелился писать только сатиру. Ну, я не думаю, что именно трагедия Зоченька, Бабеля и еще, очевидно, кого-то являла, предавала ему орел той иконы, вот, посмотрите, мученик, время было такое, потому что, ну, неприятности, про мои даже не будет, это смешно, Аркадий Сакович, мне довелось, слава богу, в последние годы, страна наградила его тремя инфарктами, значит, это тоже давалось, хотя уж там, казалось бы, ну, это все, это специальные люди, которые, боюсь, появятся и сейчас, которые будут не так, смотрите, слушай, как мы видим друг друга, они прочтут, что у вас там написано на свитере, почему вот так вот держите руки, и в этом может возникнуть какая-то угроза существующему строю, это болезненное такое состояние, сатира, тем более, что темы вечные, еще Салтыков-Чедырем выберет нечем, борзыми щенками, но только сейчас борзыми, ничего не меняется, мы очень близки к Бибели, все греки человечества в России, они вот иллюстрируются буквально на каждой странице. Да, здесь, особенно относительно Салтыков-Чедрина, в общем, домашний арест, сериал, это Салтыков-Чедрина, я думаю, похлопал бы, и ему было бы приятно, что про него, не забыли про него, при том, что он был чиновником, как ни странно сам. Вот, ну, а скажите, пожалуйста, изменяющаяся нынешняя ситуация, она вас подвигает к более жестким текстам, погружает вас обратно вот в ту ситуацию Советского Союза, когда нужно было писать между строк? Вы знаете, очевидно, тут еще большую роль играет характер. Я, несмотря на такую брачную внешность и такой вот голос, я достаточно добрый человек, я пробовал писать что-то на злобу дня иногда. Из моих уст почему-то это есть две-три вещи там у теории ЗДЦ у меня есть какие-то, но в целом, хотя подмывает как любого нормального человека сказать, ребят, что происходит, что вы делаете? Ну, очевидно, это мне Богу не дано, поэтому вот не сатирик я такой, хотя пишут сатирик, там, что такое вообще. Вы знаете, я сталкивался с двумя концепциями авторов, которые пишут саркастические, высмеивают общество, они, одна часть людей говорит, они должны любить людей, и тогда у них получится высмеивать и не переставать их любить. Другая часть говорит, нет, они должны быть мизантропами, и тогда у них получится от души высмеять человека. Вы, во-первых, за какую позицию, ну и сами кто? Я, наверное, людей недолюбливаюсь, если ты говоришь так, по вашим рассказам. Нет, я люблю людей, ну вот, добродушие какое-то, тем более меня кидает, я же, вот у меня и притчи, басни какие-то, сейчас очень много, просто коротенькие, я вот, рассылочка такой, сам делай, у меня из Улана и Дани приходит обратно. Коротенькие, братцы. Кстати, немножко не по тему, вы не хуже меня знаете, как в юморе важен порядок слов. Да, безусловно. У меня когда-то была такая ерундовая фраза, если от вас ушла жена, а вы не чувствуете печали, подождите, жена вернется, а с ней печаль. Еду, еду, стреляю, подходит ко мне человек в тамбуре, я ваш поклонник, у вас замечательный, я в компании имею вот такую, какая. Он мне говорит, ну у вас же там примерно так. Если от вас ушла жена, а вы этого не заметили, ну и хрен с ней. Сначала так, я... По сути, все правильно. По сути, верно, да. По сути, верно. Да, по сути, верно. Ну, то есть, вы людей недолюбливаете, но не мизантроп. Да, да, ну вот такой. А, с возрастом стали их больше любить или меньше? Близких больше, дальних меньше. Слушайте, а вы исключение из правил. Обычно, как раз, если к вашей фразе предыдущей вернуться, началось с возрастом, начинаешь близких лепить, чуть-чуть поменьше, прочь, и быть иногда подальше от себя. Если когда-нибудь, мы сейчас в библиотеке имени Зодченко, даст Бог, и вашим именем библиотеку назовут, вы скажите, хотели бы, в каком городе, чтобы она была, в Москве или в Петербурге? Чтобы не спрашивали, когда? Когда? Я не думаю, что это вот дойдет. Я достаточно... Нет, я искренне восхищаюсь. Вот у вас есть вы сам себе и продюсер, и все. Я же... У меня директора толком никогда не было, скажу вам честно. Я вот так сам... А вы самостоятельно все делали? Я все делал самостоятельно, да. Но это вообще были другие времена. Вы молодой, вас еще не было на свете, была... Вот здесь, может, кто-то помнит, была такая программа «Шоу-01». Кто-нибудь помнит? Никто. Это по тем временам это было как комедиклав. Мы собирали стадионы, стадионы, без едины, как так говорили, обезьяны известного лица. Но у нас уже был Слава Полунин, который у нас делал осися и пробовал эту генетику. Янар Лазоров покойный вел. Леонид Якубович у нас выносил на сцену стул и был доволен этим сольным выходом. И вот это была программа розыгрыша. По тем временам она и ни одной записи не было. И она так постепенно-постепенно ушла-вошла. А был бы какой мы сегодняшний продюсер, он бы взял, он бы это сделаем, может, даже сегодня это бы существует. Это другое время. Мы были счастливы, у нас была ставка 9,50 и нам позволяли летом с семьей выехать в Сочи, мы работали, они там плавали в воде, жены загорали, и вот это было, мы считали, что мы круче очень многих, нам завидовать. Расскажем, как я получил ставку, чтобы немножко разлить ставку. Давайте, конечно. Короче говоря, можно было получить ставку в Лен-концерте, мы что-то писали, но можно было получить ставку автора-исполнителя. Как? Мы пришли посмотреть в театре страны, как это делается. Кого-то не говорит, мальчики, давайте. Вам сколько лет? Тогда? Ну, уже при лета было 29-30-ник, наверное. Да, поздний мальчик такой я был. А у вас же техническое, химическое образование вы когда бросили вот эту всю химию? Я бросал ее такими путями где-то 4-5 лет уходил от этой половины. Короче, давайте, а мы в джинсах, нам кто-то дал мне костюм, который был на 2-3 размера больше, чем я мог тогда себе позволить. Я вышел на свету с бумажкой, моя главная актерская задача была, чтобы у меня не упали штаны. Я, как и казалось, непринужденно локтем придерживаю и, значит, читаю. Они сидят и говорят, смотри, парень первый раз вышел на сцену, а какой типаж придумал? Если 6,50, мне сходу дали 9,50, поэтому вовремя сущенные штаны и нога. Помогают, да, помогают. Скажите, вот как раз вы упомянули, что тексты читались и сейчас читаются. Наверняка у вас не было никаких проблем выучить их наизусть, я думаю, что вы их и знаете наизусть. Но, тем не менее, этот формат с листом бумаги, он остается. Я могу объяснить, почему у меня он потом. Скажите, почему вы придержитесь его до сих пор и что в нем такого особенного? Во-первых, у меня с детства некудышная память. С годами это прогрессирует. Во-вторых, я настолько привык к листу. У меня был концерт, не помню где, я читаю рассказ первенства, вторая. Я говорю, извините, ради... Они кричат, чем кончилось? Я говорю, я не помню. Я не врал. Он опять мне коретит, дай телефон. Я дал телефон и дома до двух ночи мне звонили, я читал. Это распущено. Мне иногда снятся один и тот же снизу. Жуткий сон, клянусь, раз в месяц, что я выхожу, у меня нет бумажек. Аналогично. Я кричу во сне, наверное. Да. У меня раз в неделю только мне еще снится, что я не могу прочесть, что у меня село зрение и я читаю, а букв не вижу. Это кошмар какой-то. У меня впереди, я пока разничаю. Так все быстрее, понимаете? Я играю на опережение, я смотрю в рынок впереди стоящий. Но тем не менее, хорошо, если была бы соответствующая память. Мне кажется, все равно это был бы совершенно другой жанр. Ну вот, пожалуйста, Гришковец. Он именно спектакль играет. Для меня еще хотим это оправдание, что если ты вышел и без бумажки, значит, ты актер, ну правильно? Играет. Да. Она меня по-первых, тоже в этом есть аромат как ваше присутствие. Мы его присутствуем, что это единственный человек, который это придумал. Это тоже что-то. Понимаете, вот мы знаем второй закон Ньютона, да? А другой человек говорит, вот это Ньютон. Поэтому вот это работает. Ну и привыкли за долгие годы к этому бубнюжу, я же на одной ноте говорю все, и читают. А не, он грамотный, он читает. Это мне плюс, конечно, большой. Нет, ваша тональность это вообще дар божий, знаете, как к росту баскетболиста, как руки у балерины, ваша тональность, вы ей можете читать телефонную книжку. Вот, собственно говоря. Я не с ним пользуюсь часто. Когда приходят гости, берут телефонную книгу и имеют большой успех. Ну, смотрят, чьи телефоны там сдавать. Это надо спрашивать, была записка, скажите, а вы дома с женой тоже так разговариваете? У меня какая-то, мне объяснял фониатор, у меня там что-то там не смыкать. И это стало фишкой, как ни страшно. Вот я вхожу, я же иногда уже и в зеркале сам себя не узнаю. Это нормально. Но когда я открываю рот, говорю, А вам, кстати, не предлагали там озвучивать какой-нибудь Яндекс.Навигатор, Алису в Яндексе, Сирии озвучить? Вот, мне кажется, многие люди бы взяли себе такой тембр. Тембр. Однажды мне то ли вы предложили объявлять остановки в метро? Во-первых, давайте, вам бы никто не поверил. Все подумали, что, а, нет, не Маяковская станция, ни хрена подобного, не буду-ка я выходить на всякий случай. Вот, это сомнительно. Есть такая фраза, что русский писатель может родиться в любом городе, но умереть он должен обязательно в Москве. Не могли бы я про Камей из Петербурга прокомментировать ее? Ну, во-первых, я вас уверяю, что можно умереть даже и в Санкт-Петербурге. Да. И там 8 примеров, как вы знаете. Успешно даже можно умереть, да, согласен. Нет, у меня была когда-то возможность, когда вот с Аркадьевом Закадьевичем я работал и театр перебирался в Москву и была в принципе возможность, но поскольку движущая сила в моей жизни это лень, лень, я не люблю каких-то резких движений и даже не думал как неправильно сделать. Конечно, там было бы больше всего, но написано было бы меньше, поэтому я уже если вы позволите умру в Санкт-Петербурге, ладно? Ну, это, слушайте, никто гарантий не дает. Гарантий никто не дает. Можно только насчет похорон договориться, сто процентов в остальном вывозь. А была ли когда-нибудь желание, вообще все, больше на сцену не выхожу. Писать пишу, а на сцену больше не выхожу. Все, до свидания. я знаю за долгую жизнь многих актеров, актрис, и я понимаю, как страшно для них, тем более с годами, для женщин, это особая боль, изменение внешности, как вы знаете, многие меняются до неузнаваемости, возвращаются чуть ли не первозданный возраст. люди действительно не могут жить без сцены. Я говорю, ну как это, допинг без сцены. Сейчас коронавирус достаточно долго, я вот 1 апреля только буду до Когорького выступать в Питере. сказать, что я тоскую, врать не буду, нет, спокойно. Наоборот, можно выпить каждый день по чуть-чуть. Минуточку, а что мешает выпить после выступления или нельзя? Ну, после выступления это до выступления. До выступления, конечно, нельзя. Нет, вот как мы когда выступаем с Ксенировичем Хабинским, он говорит, должна быть перспектива вечера. Перспектива вечера это наличие в гримерке коньяка. до мне пить не дает, говорит, у тебя и так дикции нет, если ты выпьешь, то тебя вообще будет не слышно. Вот, а ты пол спектакля занимаешь на шоу. Ну, вот, но после вполне... То есть, вы могли бы совершенно спокойно без сцены обойтись, нет в этом никакой... Да, единственное, конечно, желание, поскольку каждый человек хочет убедиться, что маразм еще ничего там-то почти, что ты делаешь, а я делаю. Хочет, но я вот сейчас вот эти коротенькие так рассылаю какой-то там есть сайт, поэтому ответная реакция есть, и мне достаточно. А где вы рассылаете «я хочу в рассылку встать»? А то вы уже так, я говорю, как-то... Почему мне это не приходит? Что нужно сделать, чтобы я в рассылку попал? Не смотрите на молодого человека, он... Я толком не знаю, смотрите, у меня есть в WhatsApp, вот там человек 30, вот если через кого-то, чтобы все не знали, ваш телефон появится у меня, я вам гарантиру, и там есть неплохие, можете вы мне что-то прислать тоже. Хорошо, да, я... Чтобы какой-то передачи был все-таки. Конечно, да, нет, у нас только могут быть Бартона взаимоотношения, хорошо, договорились. Вот скажите, не было ли вам... Я в основном задаю вопрос исходя из собственных там переживаний, страхов, и, к сожалению, я вот как-то с силой понял, что у меня написано было за там... Я же недолго занимаюсь за 5 лет, ну, наверное, на 40-50 часов чтения разных монологов. А мои друзья из квартета, и у них там 6 спектаклей, и вот эти 6 спектаклей, они замечательно идут десятилетиями и так далее. А я вынужден раз в год программу менять. У меня лень и жабы меня очень сильно расстраивают в этом случае. Потому что, казалось бы, может быть, тогда лучше спектакль сделать, и спектакль десятилетиями идет. При том, что, понятно, ребята из квартета и могли бы написать не меньше. Но у них другая конструкция. Вот. Вам никогда не было жалко раз в год менять программу, зная, что вы уже там за один год 8 пьес могли бы в количестве знаков и истории, это было бы 8 пьес, условно говоря. Я не может не совсем прямо отвечу на вопрос. Была такая история, поскольку, когда я застал времена, когда у нас был один телевизионный канал, потом появилась вокруг смеха на одна юмористическая, на одном канале раз в месяц. Поэтому человек, который там появлялся, даже если это человек рабочей сцены выкатывал рояль, его уже знала вся страна. Да, безусловно. Я был два-три раза в год, поэтому мы все оттуда. И поскольку и на России меня много крутили, когда начиналось, и уже спустя ли 20-30, я к ним подошел, они ко мне хорошо относились, руководство. Я говорю, давайте сделаем, мало ли я умру в полное собрание сочинений. Не очень. Я их уламывал года 2-3. Потом они сняли и показали в сумме значит 22 передачи по полчаса. 11 часов. Причем время естественно где-то в районе 12 ночи. Я их спрашивал потом людей, которые хорошо ко мне относятся. А почему так поздно? Я говорю, понимаете, мы были фокус-опрос вы не интеллигенции. Это те, которые не могут заснуть. Я говорю, но цифры-то были очень хорошие. Они говорят, да. Я говорю, у вас нет ощущения, что пролетария тоже подглядывала? То есть у вас на 11 часов развлечений пролетариата есть? Да, это было 2006 или 2007 год. Написано еще очень много. Аудиокниги есть в вашем исполнении? Ваши же? То есть можно ли зайти куда-то и послушать в вашем исполнении все, что вам было написано? Потому что мне кажется, читать вас интересно, но ты теряешь вот этот божественный тембр, который вам выдали при рождении. И, конечно, хочется иногда послушать, зайти в iTunes и там скачать. Во-первых, нельзя. Меня нигде нельзя. Почему я показываю, горжусь вот этой штучкой? Я горжусь вот этим эпиграфом. так. Замечательный, разнообразный, плотно насыщенный грустью и иронии, фонтанирующей эрудицией и так далее комплиментарно. Жаль, нельзя календарь воплотить на сцене. Александр Ширвиндт. Достойно, да, достойно. Но, тем не менее, в аудиоисполнении нет. А почему не хотите сделать таким образом оставить наследие, так сказать? Вы все-таки ждете, когда... Я не жду. Да, вы занимаетесь слишком много пространства на нашем узком сатирическом острове. Да, вы не даете мне развиться, понимаете? нет, я не жду. Нет, я не жду. Нет, у меня какая-то была диск, когда-то сделаны лет 15-20. А сейчас уже даже не диск, уже какие-то другие. Я подумаю, я скажу людям, скажу, вот... Есть, бывающие есть. я бы слушал в машине или на ночь вот через телефон. Кассеты очень хорошо, я вот знаю, потому что она диском, она даже уже не везде есть куда-то, чтобы выставлять. Диски были когда-то. Я подумаю, Александр. Подумайте, пожалуйста, подумайте, да. Вы, значит, мне надо помнили, мне недавно психолог рассказал анекдот, я так сказать, не могу не передать, что к психологу приходят пациенты, ходят целый год и, наконец, психолога, слушайте, а вы о самоубийстве не думали? Говорит, нет, подумайте, пожалуйста, подумайте. Как вы считаете, должен ли автор сатирически обязательно обличать некие общественные язвы или у него есть право не касаться, скажем так, больных точек и оставаться в рамках отношений межселовеческих и не сильно общество трогать? Разные, отчетные бои. Вот Салтыков, Щедрин, он просто давал какими черными мазками вот эту картину, которая изменилась, конечно, так относительно. То, что делал Аркадий Сакович Райкин, поскольку был гениальный актер, у него действительно была гражданская позиция. Когда он говорил простые фразы, тунеядцем у нас не место, сколько можно халтурить, но он в это вкладывал слово действительно, сколько можно халтурить. И дальше шли халтурить. И дальше, естественно. Да, естественно. Вот у него был такой пауз с таким общим словом. Жванецкий, вот он гениально, он эти болевые точки он формулировал, он даже многое забыл, а мы когда-то даже вместе начинно выступали где-то. Я говорю, Михаил Михайлович, у вас была хорошая фраза, очень часто подвиг одного это результат преступления другого. Да. И фразы у него много. Вот это как, ну вообще мы когда-то юности говорили его фразами, буквально поскольку потрясающе сформулировано и актерски подано, это тоже очень важно. Поэтому вот, конечно же, Ванецкий вроде бы, ну вот если внимательнее его послушать, то становится жутко смешно, смешно и жутко одновременно, потому что он формулировал законы реальные, по которым жила и, к сожалению, продолжает жить страна. Люди были, которые это понимали. Которые это понимали. А вы, кстати, считаете, что законы, по которым сформулированные Жванецким, они вечные для нас? Или у нас есть шансы на некие изменения? Тут кто-то, я не помню, то ли Кончаловский, Андрон, что-то хорошо, он очень человек сказал, Россия, как это ни странно, она достаточно молодая страна по развитию, остальные страны уже где-то там, поэтому я боюсь, что у России все еще впереди. наша задача пережить настоящее, и вот там все будет хорошо, если нам удастся пережить настоящее, поскольку Россия все впереди, это очень долгие годы, так и было, у нас все впереди, а сейчас что? Давайте подожди, потерпим. Я боюсь, ваша фраза будет актуальной через сто лет, что да, нам настоящее пережить, надо справиться. хотел спросить, кстати, думаю, когда увидимся лично, спрошу публично, ваше отношение к Довлатову? Самое удивительное в этой жизни много же совпадений. Я долгие годы, но не долгие, 2-3 года после ухода из химии по дороге вот сюда, я работал в Ленинградском доме актера. В качестве кого? Я там был сначала завтворческим отделом, потом в ночной ночным сторожем и вышибалой. Это у вас дауншифтинг такой был, я правильно понимаю? Вас понижали? То есть вы за плитоделом, а закончили вышибалой. В обратную сторону, я бы понял. Моей просьбе, это была вершина моей карьеры вышибалой. Выше я был. У меня была такая власть, потому что те годы, когда Таганка приезжала, попасть в этот небольшой дом было невозможно. Там конная милиция была, в зальчик человек на 300. И там, если бы были в доме актеров, вот эта лестница, такой бордюр красный, я встал там, вот входили люди, девушки, и я делал либо так, либо так. Город и либо пускали в милиция, либо нет. Я не пользуюсь, дальше этого шествия ничего не происходило. Весь секс кончался господь не тому дал и голос, и вот это право быть вышибалой. Понимаете, вас спросят потом что же вы не воспользовались? Так, возвращаясь к вопросу, потому что в это же время до Влатов, а у нас там был треугольник Дом Жур, где выпивали, Дом Актеров, где выпивали. А какой это адрес? Невский 86, это Дом Актеров, в эту сторону. Дом Жур был туда от Невского, и вот этот Сайгон, там, где пили кофе такой. И будучи, я ни разу его не видел, но, наверное, я бы запомнил, да, ни разу мы не встречались, хотя вроде бы чисто визуально, конечно, я бы с гордостью говорил, что я видел там что-то. А когда вот началось печатание, ну, конечно, это еще было такое время, когда показалось что-то гениально, это действительно очень здорово, это был такой глоток свежего, воздуха, и чувство юмора безупречный, и отбор слов, все, это учебник какой-то было, я, естественно, у меня дома все есть, и все читал, так что с почтением отношусь, считаю, что это явление определенного периода российской жизни. Он старше вас, ты молодой? 45-го? Он 44-го года. Значит, он на год старше меня. да, если у вас вопросы из зала, у нас как остается 15 минут, то задайте, пожалуйста, потому что может у вас будет гораздо более умный вопрос, чем мои. и я на умный не претендуем, а вот на умный говорю не претендуем, но я вашу книжку четверо под одной обложкой, помните, когда такая книжка была? И я тогда вашу фамилию запомнил, она мне так нравится, расскажите, а фамилии расскажите, откуда она у вас? Можно подошли кладки. Ну, собственно говоря, да, с фамилией с голосом разобрались, с вышибалой, вот с фамилией неясно, не могли бы прояснить как-то ситуацию, в конце концов. Рассказывай, все как было, значит, фамилия моего отца Альшуллер Дваэл Деонорский Игорьевич, я им и был долгие годы, но когда я начал печататься в литературной газете, там была такая рубрика фраза, афоризма, они сначала первый раз они напечатали 9 фраз, 36 рублей, это что-то по 4 рубля фраза, это когда коньяк стоил 4,12, жена тоже прикинул, сколько фраз в год нам нужно, чтобы свести. Я вот открывал литературку, как лотерейную таблицу, так, о, есть фамилия, 4 есть, рубля, две фразы, 8. Короче, уже было подписано с альт, из моего, потом, когда я начал, они говорят, Семен, давай мы сделаем, чтобы всем было лучше, и так появился Альтов. По тем временам Арканов, Горин, это было понятно, потерю, ну вот как-то это прилипло ко мне, и дети мои, вот внучка моя, они уже все, и все, вот такая, и в паспорте Альтова, и в паспорте, и на могиле будет написано. Это, Семен Товаревич, это без гарантий, это еще не обязательно, но мы можем исправить, это потом дописать фломастером, да, я, я извините, сейчас только я быстро лаверды по поводу фамилии, я помню, приглашаю папу на небольшое такое мероприятие по поводу выхода из своей первой книжки, звоню ему и говорю, пап, привет, вот, мне вышла книжка, я тебя там, маму, бабушку и так далее, приглашаю. Такой-то ресторан, бронь на мою фамилию. Ответ, на мою. Вот, да, вопрос зал возвращает. Погромче, пожалуйста. Скажите, это очень любопытно, ну, вообще, на самом деле, вопрос к работе участников сегодняшней встречи. Есть, безусловно, известная всем передачка Каменьки Клаб, популярная на нашей стране, не секрет для меня, например, что юмор там, иногда, продвижается по стильному образу, и так далее. Вот, хотелось бы, пользуясь случаем, услышать ваше отношение к этому юмору, ну, и, в частности, мы все знаем, все, мы, отдельно свое отношение к, да, я, представитель этого юмора, вашему тезу Слепакова. Это вопрос обоим? Да, да, да. Да, да. Пожалуйста. Это интересно. Нет, 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 давайте просили Слепакова вы сначала выступите, а я посмотрю, как вас там дальше выживите вы или нет. Помню. Слепаков на мой взгляд один из самых талантливых сегодня людей, работающих в этом жанре, я вспоминаю, он начинал какие-то там перед, у него уши, по-моему, стали еще больше, чем были. И видно, что талантливые, это сразу видно. Что-то он вел там как-то, а вот сейчас его, вот этот домашний арест и песни его на злобу дня, не всегда, я считаю, что это, но они очень актуальны, то, что он делает, и это разводится очень широко. Ну вот, прямо, талантливый человек, очевидно, будет еще расти, и дай бог, это будет для всех нужный, интересный автор. Что касается комедий-клаб, ну, во-первых, вы не называете, что вот я, Александр, мы же, в принципе, одиночки, там же работает концерн, эта фабрика, там очень много народа, это серия, бизнес, это серия, они шутя зарабатывают большие деньги. огромные, огромные, это империя, империя, сравниваться в очень слуги не нужно, там есть, на мой взгляд, во-первых, есть иногда очень точный, очень смешные тексты, не всегда, но иногда очень, бульдог Орламов, это комик от бога, чтобы он не говорил, тоже телефонную книгу, все смешно, остальные ребята, немножко, конечно, все на крики происходит, но это вот такая сегодняшняя, мне говорят молодые ребята, что вроде уже, это уже не современно, есть какая-то передача, что будет завтра или давно, 13 миллионов подписчиков, вы можете поверить, что у меня нормальное чувство юмора, я отличаю одну группу, но то, что с матом, это понятно, это уже не отцов, но ничего смешного нет, просто сидят люди, валяют дурака, плохо валяют, плохого дурака, 13 миллионов, я думаю, а как же эти люди, если они не отличают смешного, от не смешного, значит, правдивые, а тут же это вообще какая-то разжижение мозга, но должно быть что-то, я говорю, в Дамеде Клаббе бывают смешные вещи, стендаперы, очень смешные были, но когда ничего и 13 миллионов, мы так потеряем страну, я по поводу Слепакова поддержу, я считаю, что он очень талантливый человек, он талантливый поэт, у него прекрасное чувство рифмы и чувство ритма, и он, у него нет там лишних слов, то есть все слова, они по смыслу там оправданы, это очень важно в поэзии, то есть понятно, что он не подбирал специально, как смысл под рифму, ну вот, и поэтому я считаю, что он действительно у него и будущее большое, и настоящее прекрасное, вот, особенно с точки зрения его работы в кино, он очень придирчивый профессионал, он допиливает каждый кадр, каждую сцену, я общался с ребятами, естественно, которые у него были на площадке, и говорю, что это высокий уровень профессионализма в кино, комедий клаб бывает разный, действительно, отрицать то, что это явление, на нашем небосклоне глупо, это действительно это явление, это люди создали, по сути дела, индустрию, там есть блестящие актерские работы, есть действительно монологи, которых там нет, ты просто смеешься без конца, есть слабее, есть сильнее, это нормальная достаточно ситуация, мне, наверное, в вопросе несколько там насторожилась фраза постельный юмор, как раз мне кажется, сам факт юмора на сексуальной теме не делает его плохим или хорошим, бывает хороший юмор на постельной сцены, а бывает плохой юмор на непостельной сцены, более того, честно говоря, на гендерной теме шутить достаточно сложно, качественно, если получается у ребят с комеди-клаб, часто на высоком уровне, это им в плюс, потому что написать хороший диалог или монолог на тему секса, это непросто, чтобы он не был пошлым, это потому что секс изначально у нас в стране, в нашей ханжеской стране, является чем-то таким скабрезным, то есть людям предпочтительно думать, что их принес аист, все, что они потом, чем они потом занимаются, это как-то грязь, про это нельзя рассказывать, но вот у нас поэтому и проблемы такого количества сексуальных и в отношениях, и в браках, поэтому комеди-клаб прекрасно замечает, что они есть, новый юмор, я тоже соглашусь, я начал подумать, может быть, я что-то не понимаю, но время такое, я не знаю почему, я не понимаю, какому канале идет речь, хотя иногда зайдешь в какой-нибудь тот же самый ТикТок и есть абсолютные самородки, очень веселые зарисовки, талантливо сделанные, в целом девальвация же произошла, потому что во времена, когда начинался Семен Теодорч, между ним и зрителем было несколько фильтров, это фильтры были люди, которые принимали решения, редактор, художественный руководитель театра, завлит, вот которым был Семен Теодорович и скатился, так сказать, до вышибалы, но по сути дела, функцию завлитого и вышибала одна и та же, пускать, либо не пускать, достойных до зрителя, а сегодня этих фильтров нет, не имеет никакого значения, ни критик, ни главвред газеты, и вообще, у тебя прямой доступ к миллионам, и соответственно, ты только сидишь на собственном фильтре, если он у тебя есть, ты его используешь, а если его нет, то ты делаешь все, что хочешь, более того, уникальность нашего времени в том, что, если опять же 20 век был, время, когда невозможно понравиться всем, тогда бы сказать, всем нельзя понравиться, кому-то, то сегодня обратная ситуация, невозможно не понравиться никому, обязательно кому-нибудь понравишься, ты можешь выпустить самый глупый, тупой, искабрезный текст, и найдутся тысяча, две, три человек, которые в интернете скажут, это очень круто, и ты подумаешь, да, но они же есть, эти две-три тысячи, и ты начнешь писать такие тексты, эти две-три тысячи превратятся в 20-30 когда-то, это маленький процент от страны, соответственно, очень тяжело себя заставить преодолеть вот эту, этот выйти из собственного пузыря, и начать себя как-то цензурировать, развиваться, и я сам могу сказать, что я сам в этом пузыре живу, в определенном, в котором я всем нравлюсь, и этот маленький пузырь, я иногда из него ухожу, потому что меня бьют по голове, слава богу, артисты, с которыми я работаю, и говорят, слушай, ну это что-то не очень, давай переделаем все здесь, иногда переделывают сами, прямо уже на сцене, это совсем обидно, ты же живой, тебя можно править, вот умрешь, мы тебя перестанем править, спасибо большое, ну вот, так что комедиклаб молодцы, все, стрельбу окончил. Александр, Александр, мы много сегодня узнали Семене Альтове, но есть один вопрос, который касается вас, он пришел буквально только что, и задает этот вопрос не кто-то, а правонечка Михаила Зощенко, Вера Зощенко. Итак, я привстану даже, от торжественности момента. Так. Повести о женщине из другого времени, вы пишете, я и Зощенко не навязывалась, а тебе, оболтусу, уж подавно не собираюсь, тем более у тебя все равно кончатся деньги, и ты придешь, но будешь чувствовать себя неблагодарной свиньей. Это цитата, да. Но все же. Так вот, мне как потомку крайне интересно, что связывало моего прадеда и вашу бабушку. Спасибо. Смотрите, во-первых, томатный сок, там не моя бабушка, там абстрактный персонаж, но тем не менее, действительно, моя прабабушка говорила, что был, она давно, она уже ушла, давно, но был момент, когда писатель проявлял к ней интерес, скажем так, больше она мне ничего не рассказывала, закончился ли этот интерес чем-то или не закончился, поэтому эту фразу я взял у нее, а целиком образ Леди Львовны, он собран из разных бабушек и прабабушек, которым он, в общем-то, и посвящен. Но в целом, да, да, было дело, я видел фотографию прабабушки, я понимаю Зощенко. Проследний вопрос у нас заканчивается. Давайте, да. Семену Теодоровичу треть. Значит, первое, какие качества характера вас часто, чаще всего удивляют, вас же. Второе, как вы пропал дом. За дружеским застольем чаще всего произносите. И третий, если бы вы встретили сейчас Михаила Михайловича, о чем бы вы его спросили? Еврейский вопрос. Первое, что вы спросили? Качества характера, которые вас же удивляют. Во мне. Серпение. Александр. Какого во мне качества удивляет? Вас удивляет. меня, смотрите, меня не удивляет, радует тщеславие, гордыня, чревоугодие, похоть, лень. Вот эти ключевые. Вот эти меня особенно радуют и удивляют, что они во мне есть. Без них я бы ничего не достиг. по застольям чаще всего произносите. Семен Анатольевич. Вы пытаетесь вы праздничаете, что-то такое. Помните, что жизнь это праздник? Нет. Вот, кто про что мы говорили, это хорошая правда. Вот я и вспомнил. Правильно. Здорово, да. Александр. За столе? Кто первый поднимет телефон, тот платит за стол. О чем вы спросили, Михаил Михайлович, если встретили его? Ну, о чем вы спросили? Во-первых, пройдет время, я надеюсь, мне удастся это спросить. Хотел сказать, живую, но вы понимаете, что я говорю. Так что, когда увидимся, хватай спрашивать. Спасибо. Александр. Да я тоже, я не хотел бы так случайно отвечать на такой важный вопрос. Мне кажется, шутить странно в этом случае, а серьезный вопрос, наверное, он был бы настолько лично, что я, может быть, не готов его здесь публично озвучивать. Я вспомнил, Александр. Да. Обновил. Ну, что ты мне такая, ну, как-то, да помните, помните, что жизнь это чудо, а жизнь в нашей стране необыкновенная. Вот на этой торжественной ноте я считаю, мы и должны закончить наш разговор, потому что необыкновенное чудо нас ожидает каждый день, это правда. Спасибо большое, Семен Тодорович. И у меня большая сегодня у нас были Семен Айков и Александр Цыпкин, и мы еще раз благодарим наших партнеров, социальную сеть «Контакты» за то, что они помогли нам с этой трансляцией, корпоративную сеть общественных библиотек, это очень сложно запомнить, простите, и Российский Книжный Союз. Спасибо. Спасибо. И магазин «Достоевский». Семен Айтов никуда не уходит. Да, и будет отвечать 4 часа на вопросы, я помню, обещано было, обещано. До встречи, до свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Дружба с книгой, я бы так сказал, нашего города, да не только Санкт-Петербурга, но и страны, этот книжный маяк Петербурга. Возможность еще раз нам все-таки продвинуть и поддержать книгу. Это прорыв, это прорыв в нашем культурном пространстве. Очень рада, что у нас в городе появился еще один фестиваль. Концентрация интересных людей, интересных тем, она просто, она превышает все мысленные границы. Книжный маяк Петербурга это уникальный проект по воспитанию высоких эмоций и чувств человека. Для меня в первую очередь это возможность открыть людям новые миры. И мы надеемся, что этот фестиваль вот такое пиршество того, что мы предложим нашему населению, читателю, заставить их вспомнить дорогу в пеплиотеку. Это должно вдохновлять, это должно давать какие-то новые знания и, конечно, побуждать все-таки взять книгу. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой народный, большой книжный фестиваль. Новая площадка для нас, когда мы можем заявить свои новые проекты. Начинание очень мощное, я думаю, что оно продолжится. Емкий проект, как вот свет маяка. Все, что связано с книгой, ну, все, можно только приветствовать. Фестиваль — это еще раз подчеркивание той культуры, которая существует в Петербурге. То есть любая инициатива, связанная с культурой, хороша. Книжный маяк — это про книги, в первую очередь. Маяк просто немножечко подогрел город, немножко его осветил. Совершенно новый формат. Это актуально не только для Санкт-Петербурга, вообще для всего мира. Я думаю, что такой маяк должен светить в северной столице. Потому что книга — это все-таки главный друг человека. Санкт-Петербурга